Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева смотрите сегодня в выпуске. Робот-альпинист лазает по стенам и даже по толкам. Нежный робот с клеем геккона. В Стэнфорде показали самую аккуратную роборуку. Многовункциональная колесная платформа. Объезжает все углы и держит равновесие. Робот, нарушающий законы гравитации. В Англии разрабатывают устройство, которое поможет избавить людей от опасных работ. Он умеет ползать по вертикальным поверхностям и даже по потолку, выполняя полезные задачи. К роботу прилагаются различные модули, которые подбираются в зависимости от целей. Например, оснастив его камерой, можно провести инспекцию труднодоступных строительных конструкций. Установив другой модуль с роборукой, можно произвести простой ремонт. Также разработана насадка для распыления краски. Так робота можно использовать в качестве маляра. По словам разработчиков, он легко двигается по любым вертикальным поверхностям, как по ровным и гладким, так и по кривым и шероховатым. Устройство удерживается на стене, создавая мощный воздушный поток. Хотя он управляется удаленно оператором, сам робот обладает некоторой степенью автономности, то есть понимает, в какой части стены находится, и анализирует поверхность, по которой поднимается. По подсчетам разработчиков, используя таких роботов вместо людей, можно в три раза быстрее покрасить здание, сократив расходы на работы на 50%. Что получится, если соединить ловкость человека и липкость геккона? А получится самая нежная роборука. Ученым из Стэнфорда удалось научить машину обращаться аккуратно с предметами самой разной плотности, формы и веса. Робот может захватить как тяжелую стеклянную бутылку соком, так и хрупкое куриное яйцо, или даже виноградную гроздь, не повредив их и не уронив. Удерживать предметы роборуке помогают липкие подушечки. Как передает Хайтек, клейкое вещество, которое используют для этого робота, не что иное, как клей геккона. Это вещество позволяет удерживать предметы, прикладывая минимум силы. Еще одного аккуратного робота показала недавно компания Hyundai. Это небольшая маневренная платформа с регулируемой колесной базой. Она может преодолевать препятствия без наклона поверхности, что позволяет безопасно перевозить хрупкие грузы. Устройство имеет целых три двигателя и может разгоняться до 30 км в час, а на одном заряде проработает только 4 часа, передает издание Mashable. Установить на платформу можно все что угодно. Например, Hyundai предлагает использовать свое изобретение в качестве официанта, курьерской тележки, коляске для малышей или подставки под огромный дисплей. Найдет ли хоть один из этих сценариев применения в реальной жизни, еще неизвестно. Устройство пока не запускают в продажу, его впервые покажут на международной выставке в Лас-Вегасе этой зимой. Пожалуй, главным недостатком современных смартфонов остается непродолжительное время работы аккумулятора. И все мы с нетерпением ждем, как даже в масс-маркете появятся долгоживучие гаджеты, и чтобы это были не 10-килограммовые рации, а привычные нам тонкие сенсорные телефоны. Кажется, день, а точнее вечер, когда мы сможем лечь спать, не поставив телефон на зарядку, уже не за горами. IBM и Samsung объявили о прорыве в области разработки полупроводников. Как передает издание The Verge, техногиганты, объединив усилия, предложили новую вертикальную конструкцию пылевых транзисторов. Это позволит создать микросхемы, еще более плотно упакованные транзисторами, чем сегодня. Сценариев использования технологии масса. Один из самых амбициозных — создание компактных и при этом долгоживущих аккумуляторов для смартфонов, которые смогут работать без подзарядки в течение недели. Также технология позволит сделать менее энергоемким майнинг криптовалюты и процесс шифрования данных, создавать более эффективные устройства интернета вещей или даже космические корабли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok